привет привет добро пожаловать в новый влог и сегодня мне самой в это не верится но мы начинаем готовиться к осени лето маленькая жизнь быстро пролетели но я не могу жаловаться и не помню такого лета в польше чтобы было настолько тепло чтобы было мало дождей у нас раньше такое случалось что целый месяц льет дождь и типа 17 градусов за окном в этом году нас прижарила так прижарила наверно тоже от этого будут какие-то негативные последствия но тем не менее лето выдалось классным много тоже отдыхали и в принципе провели много времени где-то там на берегу озера которая недалеко от нашего дома но честно говоря мне как маме радостно от того что дети скоро пойдут в школу потому что я изрядно замоталась их развлекать их разнимать когда они дерутся и спорят бесконечно готовить и вообще вот это вот все причем наши дети поздно ложатся спать утром они отсыпаются невозможно поднять получается утром ну хорошо я могу съездить на тренировку или могу погулять с собакой или в конце до концов это спаться сама но вечером свободного времени и для себя вообще нет или для того чтобы с мужем просто в тишине хотя бы посидеть да дети уже самостоятельные они взрослые но очень часто такая проблема что а чем нам заняться нам скучно еще что-то там и вот это дергание холодильника мама что покушать мама 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 и вообще мне кажется у меня уже нервный тик от слова мама поэтому мамочки наше время пришло 1 сентября точнее второе пока счастливого хорошего дня увидимся после школы я как и каждая мама конечно же люблю своих детей но когда они тусуются дома два с половиной месяца то хочешь не хочешь у тебя подгорает при том что у мамы каникул на работе как бы нет так что совмещать и мамские обязанности и свои бытовые и еще пытаться как-то работать и снимать на это конечно то еще увлекательная история и аттракцион так что я немножко так уже знаете выдыхаю потому что я смогу делать то что мне нравится и посвящать этому всю себя пока это возможно у меня сегодня настроение девчонки чисто поболтать так знаете раскачаться немножко к осени хотя я уже все собрала там на второе сентября первое это воскресенье второго у нас линейка и потом только третьего дети пойдут в школу пока что не знаю как там будет с ценами нам очень сильно повысили цену в прошлом году когда я записывала туда детей цена была где-то на 40 процентов ниже чем сейчас и вообще все дорожает если честно так иногда задумываемся стоит ли она того потому что но сейчас за двое детей это уже такая значительная сумма и но есть какие-то знаете свои не то чтобы проблемы но ты взвешиваешь за и против пока что пока что будут ходить в частную школу а дальше будем смотреть мне приехал мой заказ из сенсай сразу все надела на себя и смотрим вместе я очень хотела эту рубашку вообще покажу вам несколько таких модненьких вещей на осень мой цвет в этом сезоне это бургундия во всех проявлениях какая-то слива и так далее рубашка хлопковая мне можно было бы взять даже xs потому что она такая немножко великоватая это эска но я заправила ее и целом как бы не критично классная стоит копейки девчонки если у вас есть сенсай то настоятельно советую видите она в полоску и здесь даже два оттенка бургундии чего не видно на интернет странице но вообще приятный материал такой не тоненький очень достойная за такие деньги это просто даром вот такая графитовая юбка макси спереди с разрезом у меня размер 36 она очень хорошо тянется и джинс не плотный то есть она знаете так не сильно сковывает движение если это можно так назвать и спереди еще как бы это так презентовать вам такие вытачки сзади просто кармашки внизу на свете необработанный край и такой как бы декор а балетки вот думаю о них это h&m с брюками они конечно будут смотреться еще лучше но мне такая модель сильно нравится даже с юбкой вроде как окей сережки у меня тоже в цвете бургундии купила их на распродаже манго такие полукольца и хотелось бы надевать это все с мини сумочкой из зары она по моему сюда хорошо вписалась и вот такой наряд у нас с вами вырисовывается на начало осень а потом можно надеть колготки продолжать ходить в балетках и сверху еще например куртку из корзама пальто как-то не знаю мне кажется или очень длинная или все-таки лучше с курткой а потом с шубкой с какой-нибудь зимой очень классно сочетание серого и бургунди одно из моих самых-самых любимых буду носить ссори вам надоем сильно несколько новинок из зары эту я уже надевала они обе у меня в размере xs сатиновая но оставлю пожалуй только эту во всяком случае так я себе планирую и она на высокой посадке ведь такой print настоящий леопард породистый но за счет того что это не слишком контрастная расцветка да и плюс много разных оттенков то я смогу носить и с темными вещами и со светлыми мне кажется она не прям чтобы знаете сильно меня как-то полнила нормально этого побаивалась потому что узор здесь крупноватый и на мой рост она прям длинная с черными всякими там сапогами с ботинками с разными верхами не только с черным это кстати футболка юникло только эта модель такая приталенная но я специально взяла ее себе в м ки чтобы она сидела свободно я не могу сказать чтобы она прям была какая-то такая длинная или супер широкая и горловинка здесь видите высокая и можно заземлить всякие там вот эти такие звериные расцветки надевая их например с чем-то попроще с какими-то кедами да и с обычным верхом или же наоборот усилить наш народный вариант добавив какие-то золотые аксессуары у меня еще сережки я так уже гуляла только без каблуков потому что мне сейчас неудобно долго ходить а так вот даже с обычными шлепками классно а это у нас не комплекта вещи по отдельности и одна из них поедет обратно топ мне очень нравится он хлопковые объемные сверху и снизу на тоненькие бретелях и прям просится к нему такие или широкие брюки на высокой посадке или наоборот как-то по фигуре и дальше даже возможно расклешенные и под жакет я его вижу а юбка шорты синтетическая и ну прям для меня это уже экстремально коротко я отвыкла от таких вещей вы меня больше любите в мини чем я сама себя если честно как-то прямо слишком смело еще и с этим разрезом нет скорее нет чем да а вот топ то пусть остается не только на лето девочки забрала посылку с новыми ароматами я купила себя отливанты наверняка в ваших странах есть какие-то сервисы или интернет-магазины с такой проверенной репутацией я уже не впервые беру отливанты в интернет-магазине пшетесту и парфумы я с ними не сотрудничаю я подсмотрела вообще их у польского парфюмерного блогера она я так понимаю работает с ними и я ей склонна доверять потому что но она не замечена в том чтобы как-то продавала свое мнение и в принципе я покупала какие-то там отливанты и довольно качеством потом была в магазине таких больших парфюмерных да где тоже могла посравнивать что-то в кракове это tiger and the bear там нишевая парфюмерия это лоа на казиме же но это два таких основных наверное игрока еще один есть там тетяна торренте я не запомнила название а может это tiger and the bear прямо в центре кракова с главной площадью в общем это три места где я могу что-то вот знаете потрогать в упаковке а не в отливанта это же как-то знаете вдохнуть всю эту роскошь ароматы не дешевые поэтому хотелось сначала взять себе отливанта и понять она мне надо или нет у меня так было весной я допользовала пробники но так и не купила полный размер не знаю почему-то меня раньше цепляли те ароматы которые у меня уже есть и новые типа классно типа загораюсь а потом как-то ну рука все равно тянется к тому что у меня уже имеется и и конечно же я просматриваю какие-то новинки и увидела что на пштосту и парфуме появилась тилия вот не знаю как правильно исправьте мне если я неправильно произношу название парфюмерного дома марк антуан баруа и я как-то скептически была настроена но это так что-то родом из детства это что-то и сладкое и освежающее и вот блин этот аромат не похож ни на что другое я пыталась найти танзанию от армани он тоже очень очень интересный и совершенно из другой категории но почему-то его у нас нет то ли сняли с производства то ли не знаю короче я началась поиском чего-то что знаете щелкнет а если так продолжится и дальше то я думала куплю себе какую-то классную сумку наверное возьму себе сумку подешевле и этот аромат я взяла себе 5 миллилитров этого господи насколько же он классный особенно вот на конец лета и на холодное время года хочется чтобы так осталось и дальше вот эти первые впечатления никуда не улетучились хожу уже полдня я до сих пор его ощущаю это что-то не хочу сейчас говорить больше потому что это начнется там на 15 минут но в мастхэвах на осень и зиму обязательно с ассоциациями со всеми там нотками но вот то что сегодня это просто какая-то эмпория давно у меня такого не было класс также взяла себе molten brown milk mask ну давайте чтоб не хочу на себя наносить потому что не хочется перебивать вот эту волшебную тилию если она у вас где-то есть в наличии просто зайдите и понюхайте может быть вы тоже влюбитесь так как я хоть бы это не была такая легкомысленная влюбленность а именно такая крепкая любовь на годы может я продам вообще часть своих ароматов и заменю их тили не знаю какой-то у такой сказать для правомерный восторг сегодня у это тоже интересно но как будто немножко мыльно а может я ошибаюсь ну тоже потом вам как-то скажу а это вот черри от бога бога но это вишня это по-моему даже интереснее чем tom ford не такие вот вишневые а вот это тоже прикольно вот tom ford кстати у меня не было такого знаете что хопа зацепилась за нас вот это вот прям даже больше мне нравится чем tom ford но нанесу еще на себя потому что это так знаете какие-то первые впечатления у меня такие эмоции думала ничего не буду вам говорить об ароматах в этом видео но все-таки тиля знаете должен появиться ним все сложилось и сейчас я хотела бы показать вам несколько своих покупок к осени я сделала заказ на тему которые сейчас активно рекламируются я заказала это за свои деньги я не имею вообще ничего общего с компанией тему это неплохо но мне было интересно посмотреть какая там доставка я вам об этом говорила в общем заказала я где-то на 100 долларов посылка мне пришла буквально там за 10 дней рабочих достаточно быстро и по ценам но чуть дешевле наверное чем на алиэкспресс но это временно поэтому если что-то хотели можете заказать я знаю с чем это связано я чуть глубже копнула в эту тему но там действительно много всяких интересных товаров красивых и как мне показалось приложение алиэкспресс все-таки удобнее наверняка это что-то будет дорабатываться в тему много всяких моментов таких закадровых но давайте оставим это для следующего раза по факту это тот же товар что на алике но часто реально можно купить чуть дешевле итак первое что я заказала на осень это форма для выпечки вот такая красивая силиконовая причем она прочненькая я думала что она знаете будет как обычная силиконовая форма для того чтобы мои пироги всякие кексы не разваливались знаете иногда силиконовую форму не держит это все делали потом я завязываю шнурочком для выпечки а тут она плотная и я уверена в том что форма не разъедется видите я даже не могу ее как-то согнуть и очень красивая формочка когда было лето девочки я практически ничего не пекла настолько нас прижарила в этом году это красивая такая как косичка достаточно смазать ее кокосовым маслом растопленным посыпать какой-нибудь мукой или панировочными сухарями или же манкой и тогда это все лучше отходит форма прям достойная и они там были разными я взяла себе размер побольше следующая форма для выпечки ну такая милая я не могу я уже собрала какие-то рецепты обязательно будут на осень и дом будем с вами украшать это у нас с вами такое видео для разгона скажем так перед осенью и смотрите выпекаешь кексики эти маффины а потом складываешь и получается тыковка очень прикольно и мило единственное о чем я подумала когда я пеку маффины с термоб дубом они достаточно сильно поднимаются их конечно можно подрезать для того чтобы сложить и получилось очень красиво но также можно не включать термо обдув и тогда такие тыковки у нас выйдут и тоже можно не выкладывать прям до конца тесто да она в любом случае подрастает и вот эта красота должна получиться и эта форма она уже не такая плотная как предыдущая то есть это вот видите такой силикон силиконович следующее вот это меня прям удивило очень качественное кухонное полотенце тоже с тыковками бело-оранжевыми я думаю что я буду в этом году украшать как-то тоже в бело-оранжевом цвете не в белое зелено натуральном как в прошлом году но это не точно может быть у меня на кухне будет только полотенце и она очень мягкая не тоненькая едва в комплекте и красивейший осенний принт прям приехала все хорошо запаковано помимо одной вещи дальше наволочки и вот тут я конечно поняла что у нас какое-то недоразумение возникло я все просматривала наволочки наверняка вам попадались с разными мотивами вот такие там с летними и какими-то с новогодними и они выглядят так как будто вышитые видите и на самом деле это принт такой это все нарисовано с такими тенями ну то есть напечатано и вот так наверное сама по себе наволочка конечно выглядит симпатичная она тоже не тоненькая как раз подойдет по размеру к моим подушкам я специально так заказывала и в целом издалека выглядит очень оригинально но не будьте как я это не вышивка а принт я не знаю как это работает на тему но постараюсь там оставить какие-то ссылки на то что заказывала я дальше будем с вами вместе вникать надеюсь все сработает на этом я конечно же не остановилась мне заказала еще четыре наволочки именно для осеннего периода они такие уютные кстати типа как из мешковины тоже не тоненькой вот такой принт они приехали в комплекте я собманула это не осенние наволочки а зимние я распечатала посылку и чуть раньше когда она ко мне пришла и что-то подзабыла вторая вот такая с олененком и санками и в принципе принт хорошие не к чему придраться третья из комплекта с осенними напитками немножко знаете в таком стиле как я украшала дом прошлом и в позапрошлом году и четвертое у нас с этими уж вы с коньками тоже с какими-то веточками дальше немножко уже такие блогерские штучки скажем так потому что я все-таки делаю разные фотографии и но в принципе тоже когда прихожу я часто кладу на такие подставки какую-то свою бижутерию сережки сегодня забыла надеть заказала вот такое блюдечко очень красивая фигурная но стоит гораздо дешевле чем например в и чем дэм хом и это не нужно вылавливать потому что в h&m это все разлетается моментально и она была хорошо запаковано блюдечко подставка не знаю и она не разбилась причем такое увесистая прям прикольно сделано это керамика вот такая вторая маленькая я ожидала что она будет больше и третье но в основном не это нужно конечно для фоток но мало ли может кто-то из вас тоже таким занимается или там ведет instagram для брендов разных для шоу-румов и так далее это уже стеклянная вот такая мисочка и есть несколько штук даже когда красишься и снимаешь там какие-то клоузапы да красиво на это все выдавливать например тональный крем и последние чтобы они предпоследние вот такая подставка на самом деле это зеркало вот такое неровной формы и между прочим на таких подставках тоже очень красиво в декоре выглядят свечи вот сюда например без проблем поместится даже большая какая-то свеча и последняя из этой категории к сожалению разбилась приехала в картонной такой упаковке с пузырьками тоже таком пакете и попробую написать продавцу не знаю можно тоже попробовать можно склеить конечно для фотографии не критично но неприятно согласитесь такая подставка под свечу тоже или для ключей там для чего-то неприятно однако ну что поделать так как мы с вами готовимся к осени у меня здесь дождик давайте мерить конечно не то чтобы прям плотный и не то чтобы идеально сделан как-то швы снаружи запаяны может так надо я чувствую себя как в каком-то мусорном пакете но есть эти штуки знаете чтоб стянуть капюшон веревочки застегивается на кнопки но не для прогулки с собакой в принципе окей ну и уж точно последнее но из категории beauty вот такие милейшие крабики для волос и они хорошо их держат я взяла себе два потому что я склонна все терять и они бывают очень очень разных цветах и также для моей косметички в поездке мне не хватало чисто знаете такого гребешка чтобы собрать волосы но не с густыми зубчиками и только гляньте какой он красивый как будто такой перламутровый но это пластик это уже не тему наволочки я заказала на джуме причем в двух цветах и наверное зеленый чуть ярче чем сейчас вы видите на экране но их я наверное оставлю для зимы а вот эти как раз такие осенние и они плотные это типа как знаете такой кожа замш из дермантина и здесь также есть скрытые замочки все очень хорошо сделано когда их распечатала был такой запах искусственной кожи но сейчас выветрились все хорошо от пары и буду немножко уже раскладывать что-то на осень идеальный match конечно у нас получился по вот этой цветовой гамме не ну издалека это наволочка выглядит прикольно да рассмотрим потом на подушках будет еще более эффектно из нехорошего мой цветок начал погибать мы оставили его на улице в тенечке его приходили поливать и он зараза начал что-то капризничать девчонки чего ему от меня не хватает желтеют листья я так и знала что будут у меня приключения с моим растением я все делаю как вы мне сказали и поливаю его удобрением не слишком часто и специально развожу его так чтобы оно было для нежных растений ну там в определенной пропорции как указано на инструкции и не заливаю его водой и обрызгиваю мы с игнатом этим занимаемся и что-то пошло не так жду ваших советов потому что растение очень жалко не покидай меня пожалуйста совсем забыла я заказала еще вот такие губки наконец-то нейтрального цвета они какие-то яркие так как-то посимпатичнее я знаю что не только у меня такие заморочки а еще гляньте вот такие это губка чуть-чуть отличается она пожестче будет и в комплекте присоска интересно это работает давайте глянем сейчас ой ну прилиплось сюда на дно держится слушайте прикольно как одна присоска и две губки в комплекте классно однако нужно еще купить какой-то держатель для вот этой выглядит странновато но когда повесишь губку удобно я не ожидала думала она не приклеится и держится так надежно я должна сказать попробую еще отклей отлично уже совсем скоро наступит настоящая осень хотя она уже так хорошо ощущается у нас во дворе заколосились наши травы гортензии приобрели более бордовый оттенок я немножко вдохновилась и решила принести эту осень в наш дом в этот день я готовилась к небольшой операции хоть и под местным наркозом но несколько дней мне пришлось бы лежать в постели чем я сейчас и занимаюсь но все будет нормально и мне нельзя особо никак активничать поэтому я хоть немножечко решила что-то поменять дома это лето было у нас таким знаете жарким раньше если в польше плюс 28 и больше то обязательно была буря иногда целый месяц лил дождь но вот как-то было непонятно а в этом году вот было тепло настолько что аж немного надоело я с нетерпением теперь жду осень и я очень люблю когда один сезон четко отличается от другого и зимой чтобы был снег и летом чтобы было тепло и солнечно осенью и дождь и немного солнца вот эти красивые приятные какие-то такие уютные цвета я люблю когда начинает желтеть краснеть листва и зацветают осенние цветы весной мне нравится когда все вокруг оживает зеленеет расцветают всякие там деревья и первые цветы ну в общем у каждого сезона есть свои большие преимущества и мне хотелось бы их видеть и наслаждаться каждым из них они бесконечная осень для но и в 9 месяцев больше такое раньше часто было я подоставала какие-то старые лампы принесла зеленый ковер и мне кажется он сюда хорошо вписался как же и у кася чем-то похоже на нашу мигу если что-то дома меняется тут как тут что-то переставляешь тут же это замечает свечи придадут уюта вечером не хочется конечно чтобы снова переводили часы ну наверное наоборот будем как-то больше сидеть дома в уютной атмосфере с теплым чаем я уже готовлю для вас видео с какими-то классными рецептами также у меня есть идеи пп рецептов которые хотелось бы внедрить и в свой рацион и вообще больше внимания уделить своему питанию я немного обмолвилась в прошлом видео о том что я точно буду снимать до конца осени и потом буду смотреть по обстановке это было сказано не в качестве хайпа или какой-то манипуляции это действительно так я очень хотела бы попробовать себя несколько в другой сфере не связанные соц сетями я боюсь что я не смогу все совмещает но посмотрю как это все выйдет но самое ценное что мне есть это мои зрители и вы единственное что держит меня здесь и спасибо вам за то что ждете каждое моё видео конечно же обновляю весь свой уход к холодному времени года у меня там буквально на дне еще все от сели макс но решила попробовать что-то новое я думаю что вам тоже интересно будет узнать что я думаю о нашумевших брендах сейчас все это распакую единственное что у меня здесь нет ретинола но я никак не могу поймать его в наличии и так как у нас с вами сезон скидок на и херп сделаю там вам большую подборку в инфобоксе и на джуме я это все покупала в разных местах но если вы хотели бы купить на джуме или на и херп то там большой выбор и на и херп сейчас просто грандиозные скидки на джуме там всегда можно применить какой-то промокод что у меня здесь во первых гидрофильное масло она у меня уже было понравилось поэтому взяла повторно бренд эню а вот это бьюти оф чусон ведь какой интересный тонер он не двухфазный но его обязательно нужно стряхнуть он с рисовым экстрактом и тоже считается одним из самых популярных в корее сравним его с i'm from если не сложится то я с удовольствием вернусь вот этой волшебной водички к тонеру от сели макс он у меня еще запечатанный но тоже использовала целую упаковку это супер увлажнение и восстановление защитного барьера ради интереса взяла попробовать целую линейку с ферментированным экстрактом центелла азиатской я еще подробно почитаю составы потом поделюсь своим мнением и впечатлением скин 1004 у меня крем который я наверное буду использовать вечером пока что еще все не организовала но показываю свои новинки сыворотка и крем под глаза с бакучиолом опять же будем сравнивать с или макс с хару хару которые у меня были и без понятия какая тут текстура не хочу вскрывать баночки но это все мы с вами будем обсуждать в следующем сезоне а помимо этого взяла еще и вот такую сыворотку у нее очень простой состав но не то чтобы прям сто процентов центеллы азиатской но эта сыворотка считается одной из самых популярных тоже в корее своей категории для проблемной кожи для увлажнения и вообще на каждый день она очень легенькая буквально как водичка но обещают что творит буквально чудеса все это проверим ампульный крем тоже пользуются какой-то бешеной популярностью и очень большая упаковка и посмотрите какой необычный носик вот выдавила текстура но не легенькая на первый взгляд но не то чтобы супер плотная но хорошо распределяется очень интересно абсолютно новый для меня бренд абиб я взяла что-то что мне действительно может понадобиться они просто так знаете лишь бы валялась ночная маска с пробиотиками конечно же хит хитов я уже познакомилась с ним очень классные коллагеновые патчи под глаза они хорошо пропитаны эссенцией и видите у них такая текстура необычная не знаю что она признанная делать но они увлажняют гораздо лучше чем другие из своей категории и они не так быстро высыхают вообще понравились и убирают припухлости супер для утреннего пробуждения это тоже теперь мой хит так помимо этого взяла еще пэды то есть их можно использовать как диски для увлажнения с коллагеном или же в качестве масочки прям ведро они не маленькие но поменьше чем мэгги хилл например и эссенции здесь тоже меньше чем том же сели макси поэтому для того чтобы они не высыхали плотно закрываем крышкой и переворачиваем во время хранения тогда вы достаете верхний патч он будет максимально пропитан и вот такая интересная штукенция это солнцезащитный крем спф-50 но в стике упаковка очень красивая видите он как гелевые и говорят что такие стики можно наносить поверх макияжа звучит конечно странно но будем пробовать но еще кое-что интересное это игольчатая сыворотка от вити я заказала ее еще раньше нуждала когда я вылечу кожу и будет осень зима чтобы я могла ей пользоваться они бывают с разная дозировка я взяла себе 150 можно использовать утром и вечером 300 и 700 там уже нужно быть осторожны и не так часто а соточку говорят можно применять каждый день вот такое счастье и это от пигментации для выравнивания рельефа для проблемной кожи буду максимально осторожно чтобы не навредить себе все таки сейчас дорожу своей чистой кожей но руки чесались еще с прошлого года я должна признаться какой ретинол я буду брать для себя и ретиналь под глаза тоже напишу вам в инфобоксе хоть бы у меня не отвалилось лицо после моих экспериментов сейчас все мои кисти отправляются на помывку меня настолько раздражает что все они разноцветные но реально любимые ничего не могу с этим поделать но была хорошая скидка я заказала себе набор кистей которые давно меня тоже привлекали это бренды джесап те кто со мной давно помнят что я вам советовала набор такой большой из разных кисточек и там вообще можно купить сейчас отдельно только для глаз только для лица и вы удивитесь но я по сей день ими пользуюсь они чем-то издалека напоминают за его а вот эти такие знаете оригинальные крема бежевая красивая но главное ворс это синтетика и вот это например для пудры хороша но хотелось бы чтобы она была более пушистой может еще расправиться для тона такая упругенькая для области вокруг глаз но на самом деле вы можете всем пользоваться как захотите это для бронзера выглядит интересный красивые кисточки очень хорошо выполнены для какого-нибудь хайлайтера или моем случае даже для теней для теней здесь много всяких видите для бровей тоже скошенные есть и для точечной какой-то растушевки и в целом выглядит они классно а вот как работают это будем посмотреть моего кашпо для цветов да это не подставка под кисточки это из H&M кашпо чуть-чуть великовато для такого количества но как же это красиво выглядит вы обращаете внимание на такие вещи для меня это важно но я конечно не смогу распрощаться со всеми своими любимками от других брендов но пусть хотя бы так временно и как раз протестирую этот набор я надеюсь вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх не для чего-то конкретного для меня а для того чтобы оставаться на связи и не терять друг друга и видеть мои видео в подписках все всех целую и обнимаю и пока пока до новых встреч уже совсем скоро